МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Большой разговор о белорусско-российском сотрудничестве. В Гомеле состоялось заседание Союзного совета министров. Время выдвигаться. Сегодня стартует новый этап избирательной кампании. Какой быть библиотеки будущего и чего ждет современный читатель? Александр Говейко задал вопросы директору главной библиотеки области Марине Рафеевой. Игра номер один. Сегодня Всемирный день футбола. О том, как играет футбол в Гомеле и где растят будущих звезд. Репортаж Максима Савина. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. Проект бюджета Союзного государства на следующий год. Приоритетные направления развития на период до 2022 года и создание равных условий для субъектов хозяйствования. В Гомеле состоялось заседание Совета министров Союзного государства. Подробности в следующем сюжете. Гомель, дворец Румянцевых Паскевичей. Место знаковое как для Беларуси, так и России. И не только потому, что Румянцев и Паскевич были известными государственными деятелями своего времени. В разные периоды здесь обсуждались вопросы, которые оказывали самое непосредственное влияние на исторические процессы. Участники заседания Совета министров Союзного государства во дворец Румянцевых Паскевичей приезжают задолго до начала работы. Есть время обсудить некоторые вопросы с коллегами и поделиться мыслями с журналистами. 22 вопросов сегодня у нас в повестке, которые затрагивают, по сути, весь спектр двусторонних отношений. В основе, конечно, торгово-экономическое взаимодействие. Это традиционно вопросы импортозамещения, вопросы взаимодоступа на рынок, снятия барьеров ограничений. Для Беларуси Россия по-прежнему остается основным торговым партнером. На ее долю сейчас приходится более 51% внешней торговли. Каждый третий рубль из общего объема привлеченных инвестиций в этом году из союзной страны. Что касается России, то для нее Беларусь в соответствующем списке на четвертой позиции. За 9 месяцев этого года объем взаимного товарооборота увеличился почти на 23%. Хотя только торговлей общие интересы не ограничиваются. Сейчас в рамках союзного государства реализуются 9 совместных научно-практических программ. Теперь к ним можно будет добавить еще две. Одна программа по комбикормам, то есть это актуальная задачка для Беларуси и России. Новые технологии производства и соответствующих комбикормов. И вторая это по клеточным технологиям, по линии Министерства здравоохранения. Это самые последние разработки и достижения в области лечения заболеваний. Ну и самые последние технологии, в том числе в перспективе возможность, например, из клеточных технологий, из клеток выращивать и живые органы. Заседание в Гомеле проходит в трех форматах. Сначала встреча один на один главправительств, потом в так называемых узком и расширенном форматах. Важным направлением в следующие пять лет должна стать унификация законодательства в социальной сфере. Предстоит обеспечить равные права россиян и белорусов на трудоустройство, на получение образования. Мы вот сегодня говорили на возможности выравнивания условий по медицинским услугам и дополнительным возможностям получать такие медицинские услуги, соответственно, или на территории Республики Беларусь, или на территории Российской Федерации. Для этого, конечно, нужно проработать все финансовые моменты. Пенсионное и социальное обеспечение также в повестке дня и страхование – это должно принести нашим людям практическую пользу. Проект бюджета союзного государства на следующий год – один из ключевых вопросов повестки дня. Окончательное решение будет приниматься Высшим Государственным Советом. Сейчас в этот документ вносится последнее дополнение. Как ожидается, в следующем году его доходная часть достигнет 7 миллиардов российских рублей. Прогнозы развития экономик Беларуси и России свидетельствуют о реальности запланированного. Средства будут направлены в различные сферы, которые представляют взаимный интерес. Но одна из главных задач – создание комфортной среды для бизнеса и увеличение общего товарооборота. Пока здесь есть проблемы. В этом году соответствующий показатель ожидается в размере 28 миллиардов долларов. Но этого явно недостаточно. Несколько лет назад взаимная торговля достигала 40 миллиардов. По мнению министров союзного совмина, наиболее эффективный путь для активизации экономических отношений – создание действительно равных условий для субъектов хозяйствования обеих стран. Сегодня мы приняли постановление Совета министров союзного государства о приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития союзного государства на среднесрочную перспективу на 2018-2022 годы. В данном документе в качестве первоочередных задач определены следующие направления – проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений. Во время встречи с журналистами руководители правительства Белоруссии и России результаты переговоров оценивают в целом положительно. Некоторые вопросы, вроде общей миграционной политики и визового режима, будут уточнены в ближайшие дни. Главное, что у обеих стран есть общие цели и возможности для их достижения. Нужно развивать торговое сотрудничество, нужно развивать инвестиции, вернуться к целому ряду проектов, которые в настоящий период еще не реализованы. Нужно заниматься решением важнейших задач по снятию административных барьеров, потому что их все-таки достаточно. Ну и мы обсудили миграционную тематику, на что просто тоже хочу акцентировать внимание. Это действительно важно, поскольку готовится межправительственное соглашение о взаимном признании виз. Это касается вопросов въезда и выезда иностранных граждан, лиц без гражданства. Связано с целым рядом решений, которые принимались и у нас в стране, и в Республике Беларусь. И наши эксперты сейчас ведут интенсивные переговоры. Олег Сентюров, Александр Говейко, Валерий Гопанько. Новости недели. Сегодня стартует одна из самых важных и интересных фаз избирательной кампании. Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов. Сделать это можно тремя способами. Путем сбора подписей от политических партий и от трудовых коллективов. У будущих кандидатов есть почти месяц, до 8 января. Следующим этапом станет регистрация, затем предвыборная агитация. Выборы назначены на 18 февраля. А вот главные события уходящей недели предлагаю вспомнить прямо сейчас. Размеренную жизнь Житковичского района нарушила ЧП. 7 декабря в МЧС поступил тревожный звонок с трассы Р-88. Житкович и Давид Городок, граница Украины. Очевидцы сообщили, на автомобильном мосту через Припять по всей ширине проезжей части просило дорожное полотно. Было принято решение о полном запрещении использования моста, в том числе и пешеходами. При Министерстве транспорта создана специальная комиссия, которая должна провести все необходимые исследования. И до следующей пятницы предложить конкретные пути ликвидации аварии. Кроме того, в ближайшее время проверку пройдут и все остальные мосты этого проекта. Пока пешеходы и автомашины весом до 10 тонн будут переправляться через Припять по понтонному мосту или переправе, которая находится примерно в 35 километрах ниже по течению. Большегрузным авто на другой берег реки можно будет попасть только через Мозырь или Пинск. Памятный камень воинам-пограничникам открыли в Гомеле. События приурочены к 20-летию со дня образования Гомельской пограничной группы и столетию пограничной службы Беларуси. Автор композиции и скульптурного проекта Владимир Андрианов изобразил на камне значимые для пограничников символы. В их числе сокол, наблюдательная вышка, контрольно-следовая полоса, а также изображения пограничников трех поколений, одетых в форму своего времени. Телерадиокомпания Гомель одержала победу в Национальной туристической премии «Познай Беларусь». Ее итоги подвели в Минске в пятницу вечером. В номинации «Материал года» лучшим в 2017 году признан цикл видеороликов «Самая моя Гомельщина». Это совместный проект нашей телерадиокомпании и областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, подготовленный в преддверии 80-летия Гомельской области. К слову, среди лауреатов Национальной туристической премии 2017, санаторий «Машиностроитель», расположенный в Гомельском районе, и коллектив Гомельского дворцево-паркового ансамбля. В Гомере назвали победителя областного конкурса «Трудовой семестр». В этом году в студенческих отрядах, которые были сформированы в учебных заведениях региона, работали почти полторы тысячи человек. Среди основных сфер деятельности – строительство, сельское хозяйство и оказание сервисных услуг. За пределы Беларуси были отправлены четыре студотряда численностью 80 человек. Еще около 7 тысяч добровольцев оказывали нуждающимся помощь в качестве волонтеров. Сегодня в стране около 500 издателей. Они выпускают более 20 миллионов книг в год. Это примерно две книги на каждого жителя Беларуси. Много это или мало? Хороший повод задуматься в год 500-летия белорусского книгопечатания. Какими праздничными мероприятиями и инициативами запомнился этот год? Чего ждет современный читатель? И какой быть библиотеки будущего? Об этом в актуальном интервью программе рассказала директор Гомельской областной универсальной библиотеки Марина Рафеева. В самом начале немного статистики. В нашей стране сегодня около 500 издателей. Они выпускают более 20 миллионов книг в год. Другими словами, это две с небольшим книги на каждого жителя Беларуси. Марина Сергеевна, как считаете, много это или мало? На самом деле важно не сколько книг выпускают, а сколько книг человек читает. А в век нынешний, в век развития информационных технологий, отследить, сколько конкретно читает каждый человек, учитывая, что молодежь сейчас в основном читает электронные книги, очень сложно. Но что касается пользователей библиотек, такая статистика в стране есть. И очень приятно, что наша страна среди стран СНГ занимает второе место после Российской Федерации. У нас примерно каждый третий житель Беларуси пользуется услугами библиотек. 2017 принес достаточно красивую масштабную дату, 500 лет белорусского книгопечатания. Как готовилась библиотека, коллектив, ваша команда к этому юбилею? На самом деле план мероприятий к этому юбилейному году был огромный. Они еще и продолжаются у нас до сих пор. Каждое мероприятие, подготовленное нашими сотрудниками, содержит в себе элемент театрализации. Будь то квест по библиотеке, будь то День православной книги или День славянской письменности. И, конечно же, полюбившаяся всем жителям нашего города традиционная библионочь, она тоже в этом году была окрашена красками белорусского национального колорита. И в этом же году для юного читателя в нашем отделе редкой книги открылся новый культурно-образовательный проект «Экслибрис», на котором маленькие наши читатели могут почувствовать себя в роли искусственных книжных мастеров, работая над изготовлением каких-то элементов книги. А молодые сотрудники библиотеки в своих интерактивных лекциях и занятиях обучающих рассказывают об особенностях национальной книжной культуры каждой страны. Практически уверен в большинстве мероприятий этого года в центре внимания фигура нашего первопечатника Франциска Скорины. Марина Сергеевна, в этом же году библиотека получила по-настоящему уникальное издание «Книжное наследие Скорины». Расскажите о нем. Это удивительный проект, огромный труд национальной библиотеки нашей страны, который продолжался с 2013 года. Целых пять лет сотрудники национальной библиотеки на первом этапе выявляли все сохранившиеся на сегодняшний день издания нашего белорусского первопечатника. Потом дальше шла огромнейшая работа по переговорам, по цифровке этих изданий, по снабжению их предисловиями, переведенными на русский, белорусский, английский языки. Это именно оригинальные тексты Франциска Скорины. И в итоге уникальная Скориниана, представляющая собой 20 томов изданий Франциска Скорины и один вспомогательный том, который раскрывал всю вот эту научную подготовительную работу, увидела свет. И в 2017 году все библиотеки нашей страны получили этот замечательный дар от национальной библиотеки. Таким образом, наследие Франциска Скорины вернулось в свою страну. 2017 указом президента, как помните, был объявлен Годом науки. Насколько масштабно этот инфоповод был обыгран в мероприятиях областной универсальной библиотеки? И насколько удачной оказалась такая форма общения с читателем, как научное кафе? Каждый вновь объявляемый год какой-то темой дает импульс развитию библиотеки именно по этому направлению. Так было и с Годом культуры, в котором у нас заработала литературно-музыкальная гостиная и начался наш проект «Гомель в лицах», который продолжается в этом году, будет продолжаться в 2018. А научное кафе полностью себя оправдало. Это дискуссионная площадка, которая, как мы теперь понимаем, была необходима нашему городу для встречи молодых ученых с экспертами в той или иной области. А ведь и темы не самые простые. Но они интересны широкому кругу населения нашего города. Это и неизвестные страницы гомельской военной истории, и первопроходцы гомельской науки. Возможно ли жизнь без старения? Мы поднимали темы инноваций в медицине, инноваций в цифровой экономике. Сотрудниками нашей библиотеки подготовлен экспозиционный ряд из десяти ученых нашей гомельщины, представляющих мировую науку. Там представлен и всем известный нам Выгодский, Белый, Сухой. И мало того, что сделана эта экспозиция в библиотеке, сотрудниками подготовлены краткие видеоролики о выдающейся личности, связанной с Гомелем. И напоследок, в следующем году библиотеке исполняется 90. Марина Сергеевна, наверняка задумывались неоднократно, какой быть современной библиотеке, библиотеке будущего, для того, чтобы она постоянно была востребована у читателя? Прежде всего, быть готовой к переменам. И переменам в сознании самого библиотекаря, сотрудника библиотеки. Нужно поставить себя на место читателя, увидеть, насколько комфортно и интересно приходить в нашу библиотеку. И на сегодняшний день библиотека ни в коей мере не должна оставаться собранием книг. Она должна быть социокультурным институтом, который предлагает разные формы проведения интеллектуального досуга, обучающие клубы по интересам, какие-то дискуссионные площадки внутри себя. Но самое важное, чтобы во главе каждого мероприятия всегда была ее величество книга. Марина Сергеевна, спасибо за ваши интересные проекты, успехов в делах и до новых встреч в эфире «Беларусь 4». Спасибо, Александр. Игра миллионов. Сегодня Всемирный день футбола. Точную дату появления этого вида спорта назвать тяжело. Упоминания о подобных играх есть в древнекитайских источниках. Первые футбольные правила появились в Англии в самом начале 19 века. А английская ассоциация этого вида спорта появилась в 1863 году. Сейчас футбол – это не просто игра. Для многих это стиль жизни и бизнес, приносящий большой доход. О том, как в «Гомель» играет футбол и где растят будущих звезд, в репортаже Максима Савина. Константин Прохоренко – воспитанник футбольного клуба «Гомель». Свою тренерскую карьеру он также связал с зелено-белыми. В клубе он отвечает за резерв. Вырастить игроков для первой команды – это главная задача для всего тренерского штаба Центра подготовки. Причем мучат футболистов не только профессиональным премудростям. Немаловажно для нас это еще и прививать непосредственно любого к футбольному клубу «Гомель». Чтобы некие были у ребят патриотические какие-то такие качества. Ребятам всегда говорим, что вы должны рассматривать попадание в футбольный клуб «Гомель» в дублирующий состав, затем в основной состав, как некую ступеньку для старта дальнейшего. То есть нацеливаем на более высокий какой-то уровень, чтобы они выходили. Над этим работаем, в принципе. То, что у нас местные ребята играют за главную команду, конечно, это плюс. В последние годы по ряду причин, в том числе и финансовых, в «Гомеле» ставку делают на собственных воспитанников. И это еще один мотиватор для молодых футболистов. В Центре подготовки резерва «Зелено-белых» занимается около 100 человек. Это четыре команды разных возрастов, которые участвуют в первенстве Беларуси. Младшим по 13 лет, а также группа малышей возрастом до 10. Раньше ребят набирали в Центр подготовки со всей области. Сейчас такой возможности нет, финансирование не позволяет. А потому команда набирает из учащихся «Гомельской» из «Дюшер-8». Стать частью семьи футбольного клуба «Гомель» непросто. Сохранить в ней место еще сложнее. И тут одного таланта мало. Есть способные ребята, есть одаренные ребята. Конечно, им для того, чтобы они выросли настоящих мастеров, нужно привить еще любовь трудиться. То есть умение трудиться, выкладываться полностью на футбольном поле, на тренировках, в играх. Тогда, естественно, можно добиться какого-то высокого результата. Что без труда не будет и результата, понимают и сами спортсмены. Несмотря на юный возраст на тренировке, а их пять в неделю, они ходят как на работу. Выйти на поле центрального в майке родного клуба – первая, но далеко не последняя ступень карьерной лестницы. Это упорные тренировки, это в первую очередь. Потому что, если есть у себя талант или его нет, то можно все тренировками привить. Любовь к игре – вот что объединяет сотни миллионов людей по всему миру. Футбол играют везде. Доступность для каждого и массовость. На это делают ставку международные футбольные организации. Движется в этом направлении и Беларусь. Республиканский турнир «Кожаный мяч». Футбольный праздник «Папа, мама, я – футбольная семья». Любительские чемпионаты. А на днях Федерация этого вида спорта нашей страны объявила конкурс проектов по продвижению футбола в массы. Переимают белорусы опыт других стран и не забывают про свой. Планируем сейчас школьные лиги создавать то, от чего мы ушли, то, что было раньше, откуда основная масса детей приходила. Понятно, что они занимаются в дюш, в дюшор, но очень много детей, которые еще не задействованы нигде. Поэтому мы хотим вот с этого года уделить большое внимание именно школьным соревновам. В 2019 году в Минске состоится конференция УЕФА по массовому футболу. Не думается, что к этому времени белорусам будет что рассказать, что показать и чем удивить гостей со всей Европы. Максим Савин, Игорь Морищенко, Валерий Гопанько. Новости недели. Телерадиокомпания «Гомель» завершает работу по созданию цикла видеофильмов о лауреатах ежегодной премии Гомельского областного исполнительного комитета «Человек года». У телезрителей была возможность познакомиться с каждым из семи обладателей высокого звания. И вот сегодня вашему вниманию завершающий материал. Он о победителе номинации «Открытие» серебряном призёре Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Марии Мамашук. Мария была активным ребёнком. Её боевой характер закалялся с детства. Общаясь в основном с мальчишками, она всегда могла за себя постоять и дать отпор, если нужно. Сначала занималась борьбой в Зябровке, потом ездила на тренировки в Гомель, тренировалась и в летних спортивных лагерях. А в восьмом классе попробовала пройти отбор в училище Олимпийского резерва. Я поступала с мальчиком Артём Маслов, тогда был тоже, ну, Павлович я был, и такие два мелких, просто была карапуза, я не знаю, как всё по-другому называть. Нас приводят, нас Пётр Павлович приводит, когда мы были в восьмом классе. Она говорит, говорит, мы не можем их взять, они очень маленькие, здесь даже такого класса нет. Ну, Павлович хотел, чтобы мы уже полноценно тренировались. Мария Мамашук закончила училище Олимпийского резерва, факультет физической культуры в ГГУ имени Франциско-Скарины, магистратуру. Она успешно преодолела все ступени спортивного взросления, от кадетских до взрослых соревнований. В 2015 году выиграла бронзу первых европейских игр в Баку, золото молодежного чемпионата Европы. Накануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро стала чемпионкой Европы среди взрослых. Больших успехов Мария добилась в Олимпийском 2016-м. Я из Олимпийских игр не сделала такого, что это все, что уже больше ничего не надо. Я готовилась к обычным соревнованиям, они не сидели у меня в голове. Да, я знала, что я еду, но мне надо приготовиться хорошо. Самообладание не покинуло Марию и на этот раз. Мария Мамашук вошла в историю как первая белорусская, которая выиграла Олимпийскую медаль в вольной борьбе. У девушки есть мечта, которой, она верит, обязательно осуществится. Это золото Олимпийских игр. Она сделает все от нее зависящее, чтобы стать по-настоящему счастливой спортсменкой. А после? После у Марии в планах реализовать себя в роли мамы. Ведь самое главное для нее в жизни... Семья. Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели. А теперь о новостях культуры. В Гомельском государственном колледже искусств имени Соколовского на уходящей неделе состоялся международный детский конкурс «Музыка надежды». Он объединил более 80 юных музыкантов из Беларуси, России и Молдовой и Латвии. За звание лучших в игре на струнных смычковых инструментах талантливые конкурсанты соревновались в трех возрастных группах. А в Гомельском городском центре культуры тем временем выступил заслуженный коллектив Республики Беларусь – ансамбль народной музыки «Бяседа». Концертная программа была насыщена яркими номерами с национальным колоритом. Звучали музыкальные композиции, которые являются неотъемлемой частью духовной жизни беларусского народа. Более подробно об этом расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Человечность и миролюбие, добродушие и искренность по отношению к людям – пожалуй, главные составляющие духовности. Все то, что должно быть присуще каждому человеку, а прививаться с самого раннего возраста. Ощутить глубину, силу и незыблемость духовной культуры сейчас можно в Гомельской картинной галерее Гаврила Ващенко. Здесь открылась выставка «Образ, традиция и время», посвященная Псковской и Новгородской иконописи XII-XIV веков. Их история насчитывает более пяти веков. Это время, когда творили такие известные мастера, как Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. На выставке в Гомеле представлены работы студентов-выпускников Белорусской государственной академии искусств. На полотнах отображены точные копии фрагментов фресковой живописи со стен как ныне действующих, так и разрушенных храмов и монастырей Новгородской и Псковской областей. В облдрамтеатре на уходящей неделе звучала музыка белорусских театров. Концерт был организован в рамках творческого проекта «Беларусь. Диалог. Классика», призванного знакомить жителей и гостей города над Сожем с музыкальным наследием нашей страны. В исполнении музыкантов камерного оркестра областной филармонии под управлением главного дирижера Гомельского симфонического оркестра «Мурада Асуила» звучала дохотворенная и возвышенная классическая музыка. А в Гомельском городском центре культуры тем временем выступил заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль народной музыки «Беседа». Концертная программа была насыщена яркими номерами с национальным колоритом. Репертуар «Беседы» состоит из белорусских народных песен, различных жанров, лирических и шуточных, посвященных семейным торжествам, народным обрядам. Это музыкальные композиции, которые являются неотъемлемой частью духовной жизни белорусского народа. Между тем, свое творчество в городе над Сожем на уходящей неделе демонстрировали не только профессиональные артисты. В Гомельском государственном колледже искусств имени Соколовского состоялся международный детский конкурс «Музыка надежды». Он объединил более 80 юных музыкантов из Беларуси, России, Молдовы и Латвии. Музыка надежды – это шанс для реализации таланта и возможность открыть новые яркие имена, возможно, будущих звездочек, большой сцены. Победители международного детского конкурса «Музыка надежды» получили почетные дипломы и денежные премии. Впервые за историю творческого состязания обладателем Гран-при стала юная гомельчанка, учащаяся детской музыкальной школы искусств номер один имени Петра Чайковского Полина Смольникова. На уходящей неделе на сценических площадках учреждений культуры региона состоялся областной конкурс театральных коллективов «Артфест». Здесь были представлены спектакли по произведениям национальной, зарубежной, классической и современной драматургии. Участие в конкурсе приняли театральные коллективы с наименованием «Народно-любительские» из самых разных уголков Гомельской области. На суд жюри они представили как легкие комедийные, так и глубоко философские творческие работы. Следующая неделя обещает быть не менее яркой. В областном общественно-культурном центре состоится подведение итогов конкурса «Миссис Гомель-2017». Участие в нем примут 15 грациозных красавиц и истинных леди, успешных в браке и материнстве. В борьбе за главный титул финалисткам предстоит пройти ряд испытаний. Зрителей ждет грандиозное шоу «Яркие дефиле» и концертная программа с участием приглашенных артистов. А тем временем Мозырский государственный музыкальный колледж всех желающих приглашают на концерт джазовой музыки. В исполнении талантливого кавер-бэнда «Фридом» прозвучат музыкальные композиции, которые не теряют своей актуальности и всегда воспринимаются зрителями тепло и душевно. Концертный вечер обещает быть по-домашнему уютным. С самыми интересными событиями из мира культуры вознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших 7 дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова